Она удивительный человек и особенный человек. Но, похоже, ни на кого. Вы абсолютно правы. Да, есть у нее почитатели, которые называют ее великой актрисой. Она смеется. Уж когда ей было пять лет, мне спрашивали, кем ты хочешь быть? Она говорила, я хочу быть великой актрисой. Хочу. И сегодня огромное количество людей в интеллигентной среде прежде всего. Очень высоко ценят ее дарование, стиль ее поведения, ее природную элегантность, суховатую изысканность, интеллектуальность. Мне кажется, там что-то личное. У нас сегодня нету таких интеллектуальных актрис, как Алла Сергеевна Демидова. Здравствуйте. А меня зовут Анна Сергеевна. Когда Алла кончила школу, она, естественно, решила поступать в театральное училище. Пришла сдавать экзамены в Октанговское училище имени Щукина. Пришла на консультацию к замечательному педагогу Москвину, сыну гениального русского актера Ивана Михайловича Москвина. Он послушал и сказал, девочка, а разве можно думать тебе о театре? Потому что она ужасно шепелявила. Ее, естественно, не приняли. Она была в отчаянии. Но выхода не было. Она поступила на экономический факультет в МГУ. И только на третьем курсе, переборов себя, рискнула переступить порог студенческого театра, которым руководил Ролан Быков. И там она сыграла роль Элиды в пьесе Когоута. И ее заметили. Заметили. И слух пошел, что рядом с блиставшей там и Савиной, которая занимала лидирующее положение, появилась очень своеобразная, элегантная, холодноватая, умная, молодая, непрофессиональная актриса. После окончания экономического факультета МГУ Демидова решила вновь поступить в Ахтанговское училище. И на этот раз она поступила. Поступила к знаменитой, когда-то сегодня совершенно забытой актрисе в Ахтанговского театра Орочко. И стала ее любимицей. А педагогом на кафедре был Юрий Петрович Любимов. И первый спектакль, который поставил Любимов, назывался «Добрый человек» из Сезуана. Алла была совсем млада. Ей дали роль мати. И она сыграла мати. И Фельдховская, в то время жена Любимова, привела Микояна посмотреть выпускной студенческий спектакль, которым шумела вся театральная Москва. Естественно, было принято решение всех актеров вместе с Любимовым ну, как бы влить в московский театр драмы и комедии. И Алла попала вместе со всеми. Первые четыре года Любимов, как на нее, не обращал особенного внимания. Она испытала даже в этот период боль неудачи. У них был очень неудачный спектакль про Лермонтову «Героя нашего времени». Алла играла Веру, княгиню Веру. Но когда она вышла в «Тартюфе» играть «Эль-Мил», это было спустя четыре года. Это было блистательно. Как мало знаете, еще вы женский пол. Могли пофичить, вынею нет зеленой, решительное нет от слабой обороны. Но вы не поняли. Вот почему сейчас стыдливость превозмочь должна ради вас. Прошу, припомните все с самого начала. Да разве, пасынка, я укращать бы стал? А прежде, разве я разрешила вам дать волю искренним, не сдержанным словам, в которых жар был для вас столь необычный, когда бы для меня вы были безразличны? Это был и спектакль замечательный, и играла Демидова. Тонко, изысканно, с великолепным юмором. Она сразу выделялась своей особенностью. Было видно, что на сцене интеллигентная актриса. В 71-м году она играла «Деревянные кони» Василию Сумиленцеву. Было гениально. О деревянных конях говорила вся Москва. Потому что это был театр, который соединял традиции Мерхольда и традиции Брехта. Театр, который имел уже свой почерк. Резкий, острый, громкий, который умел разговаривать с залом и зазывать зал. Это был театр, где уже играли и прославлялись такие таланты, как Владимир Высоцкий, друг Аллы. Расыграла с ним в «Гамлете» Любимовском. Это был выдающийся спектакль. Конечно, очень большую роль в этом спектакле играло изобретение талантливейшего художника Давида Боровского, который умер совсем недавно. То, что он сделал в «Гамлете», было чудо. Он придумал световой занавес, который помогал Любимову менять низонсцены. Тогда на таганку попасть было нельзя. Я помню, каким трудом продирался я на «Гамлет», который я видел несколько раз. Алла играла королеву Гертруду. Она была красива, она была тонкая, умная, резкая, не по-любимовски резкая, а по-демидовски. Играла она волшебно эту роль. Но в 1975 году ее ожидала колоссальная удача. В театр был приглашен Анатолий Васильевич Эфорс. Человек совсем другой породы, чем Юрий Петрович Любимов. Высшей точкой актерского искусства была Раневская вишнем саде. Вы видите, где правда, а я ничего не вижу. Точно потеряла зрение. Вы смело решаете свои важные вопросы, голубчик, но не потому ли, что не перестрадали ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите в жизнь, но не потому ли, что жизнь скрыта от ваших молодых глаз. Узели, честнее, глубже нас. Ну, будьте великолюшны хоть на кончике пальца. Ну, пожалейте меня в конце концов. Но я ведь родилась в этом доме. Здесь жил Отец мой, Мать мой дед здесь жил. Но если хотите продавать вишневый сад, ну, продавайте меня вместе с ним. Ведь мой сын утонул здесь. Ну, пожалейте вы меня. Ну, пожалейте вы меня, хороший, добрый человек. В Москве было огромное количество вишневых садов. Я видел и Книпер Чехову, когда она играла на 50-летнем юбилее МХАТа, третий акт, как бы показывала, как надо играть Раневскую. Раневская, Книпер Чехова, дама, и всегда как играли, такую аристократку, которая имение, ну, которая немножко недотёпа, чеховские недотёпа. И вдруг я услышала, это Эфра старче, Аня про неё, мама живёт на пятом этаже, на Курино, в Париже, на пятом этаже. Это сейчас даже на пятом этаже мы знаем, кто живёт. А тогда, в начале века, на пятом этаже, это просто для фандоменажа эти комнаты. На Курино, старый пастор, ну и так далее. Значит, уже не дама, значит, уже не та аристократка, значит, уже разрушены. Там Гаев, её брат, в неё говорит, ведь она же порочна, это видно в каждом её движении. Порочна. И вот так постепенно стал отделяться образ, совершенно не похож на Книпер Чехову и на то, что раньше играли. Получила телеграмму из Парижа. Этот дикий человек, опять заболел, да. Опять с ним нехорошо. И по-настоящему не надо, конечно, петь и побуть возле мамы. Ах, кто лежит в Аташи? Кто даст его мовремя лекарствам? Ну и что тут скрывать или молчать? Я люблю этого человека, люблю. Это камень на моей душе, но я люблю этот камень и жить без него не могу. И не говорите мне, я ничего. Простите за откровенность, Бога ради, ведь он обобрал вас. Слушайте, я не хочу этого слышать. Ведь он негодяй, ничто. Там 25, там, или 26, а вы ведь гимнази второго класса. Ваши годы надо понимать, всех, кто любит. Надо самому влюбляться. Да вы не чистый человек. Только одна. Вы дурак, род. Я вы ищу любви. Да вы не ищу любви, мой милый. Вы, как говорит наш виск, не до сёба. Ваши годы, свечи, не иметь любовницы. Ты, как говорит наш виск, не иметь любовницы. Алла продолжала много играть. Она замечательно играла Машу в трёх сёстрах. Приковывая к себе зрителя. У неё есть такая особая манера, так ей кажется, как привлечь внимание зрителя только к себе. Она индивидуалист по природе. Она не любит коллектива. Ей мешает коллектив. Она пыталась в каждой роли быть предельно индивидуальна. Но ролей у неё блистательных на Таганке было много. И когда был Любимов, и когда его не было, и когда на три года в театр пришёл Эфрос, а потом он умер, и после смерти его наступали трудные времена, а потом вернулся Любимов, которому не нравился Вишнёвый сад. Любимый спектакль Демидовой. На мой взгляд, высшая точка её актёрского искусства, безусловно. А у неё оставалось уже мало ролей. Она решила сыграть Федору, но не Росина, а Федору Цветаевой. И был приглашён в Ломан Виктюк. Федора была, на мой взгляд, одна из больших удач Виктюка. Но он, как всегда, в поисках фейдистской тематики находил, что надо соединять Федору и саму Цветаеву, и взаимоотношения с Ипполитом, чтобы возникала тема взаимоотношений инцеста матери и сына. Для него это было очень важно. И Алла кинулась навстречу этому замыслу. Она очень любила и любит по сегодняшний день актёра театра Ленинского комсомола Ленкома Диму Певцова, который тогда был на Таганке и играл Ипполита. Это был замечательный спектакль. И не имел никакого значения, что внутри Таганки его не принимали. Первая роль в кино была создана ещё задолго до Таганки. Она была молоденькой девочкой. В 1957 году она у кинорежиссёра Аграненко снялась в фильме «Ленинградская симфония». А по-настоящему она почувствовала себя киноактрисой в 1966-м, когда Игорь Талантин, у которого она снимается всегда, считает, что она ему приносит счастье. И она снялась у него в фильме «Дневные звёзды», где играла Ольга Берггольц. Умение Аллы читать стихи, понимание и ощущение ленинградской блокады, великолепный сценарий. Это была замечательная работа. Снималось Аллы очень много. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. И вы не захотите связать его и заставить раскаиваться, хоть он и не скажет, никогда не скажет, но будет страдать. Я знаю, что не скажет. Я говорила. Я думала об этом. Я говорила. Будем друзьями. Устройте свою жизнь. И связывайте свою чистую жизнь с моим несчастным. Женщину Катлину, подозреваемую в толдовстве, подвергнуть испытанию водой в Канале. Если она не будет тонуть, она будет сожжена, как ведьма. Она не ведьма. На руки! На руки! Не знаю! Не знаю! Ну хорошо, если бы на месте Жигловцев были белые, а на моем месте вы, вы спасли бы их? Все в том, что я не могу быть на вашем месте. Ну все же удовольствием, простите, вы ведь не хотите, чтобы в долг было больше, правда? Мама Петровна, уходите, вы. Был такой детектив, щит и меч, где она играла вместе с Любшиным. Как живете, дети? Казалось бы, ну какая связь Аллы с таким откровенно коммерческим детективным фильмом? Она его вспоминает легко, потому что он ей очень много дал. Она играла немку, фашистку. Игра очень здорово. Я могу еще давать кровь. Мою байку крысы съели, вот кровь и не пошла. Кроли? Ну а выберите. Они не знают, что это такое? Они забыли. Ешьте, дети. Ешьте. Ты чего не взял? Я возьму. И тебе уж не достанется. Я тоже возьму. Ложитесь, это не больно. Как будто заснешь. Ложитесь. Что это с ними? Зачем они любили? Дети, наверное, думали, что им дали я. Комендант! За мной! Есть! Меня, например, спрашивают, а как же вы играете отрицательные роли? Ну, понимаете, каждый человек, вот если он покопается в себе, он может найти, даже если очень добрый человек, может найти в себе черты жестокости, несправедливости к людям. И вот надо вот эту вот грань, пусть маленькую грань, очень узкую, найти в себе вот эту вот жестокость и несправедливости, очень определенности какой-то, повернуть эту грань на зрителя. Если она очень узкая, расширить ее. Но это будет моя грань. В другой роли я найду другую грань, ее поверну к вам лицом, но это тоже будет моя грань. Подождите. Не надо говорить так много. Не очень-то вы похожи на красноармейца. Советую вам честно признаться, кто вы такие и зачем вы здесь. Товарищ дорогая, мы тебе русским языком говорили. Подождите. Я узнала вас. Вы пытали меня в контрразведке. Вы белый офицер. Вы что-то путаете. Посмотрите на свои руки. Они у вас в крови. Товарищ комиссар. Вот какой у них в тычанке. Все понятно. Расстрелять. Она замечательно снялась в роли Елизаветы в фильме Толковского «Зеркало». Ну что ты? Маш! Ну что ты ей Богу? Оставь меня в покое. Демную жизнь, пройдя до половины, я заблудилась в суворочном лесу. Не нравился Толковский. Потому что даром его знаю. Еще когда он снимал, собирался снимать Андрея Рубики. Но я тогда была слишком глупа. И, в общем, Андрей только начинал, чтобы играть дурочку. И потом я не хотела писать в кадре. Мне казалось, что это очень неудобно. И отказалась. Потом жалела, естественно. И когда в «Солярисе» Андрей меня пригласил сниматься, то я, естественно, бросив все свои дела, побежала. Мне было интересно все. И как он репетирует, нервничая, иногда до конца не рассказывая, что он хочет, так закусывая нервно ногти. И вот этот вот его открытый нерв, надо было просто к этому нерву подключиться. И тогда схватить его состояние и сыграть, что он хочет. Господи! Но если ты не сумела довести своего дражайшего супруга до этого твоего бессмысленного, эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Я сегодня, когда смотрю на Аллу, и вспоминаю ее Спиридонову в фильме «Шестое июля» по сценарии, сделанной по пьесе Шатрова, где она играла эссерку. Грабители ворвались в наш дом. Они убивают наших братьев, насилуют наших сестер. А мы сидим в соседней комнате и боимся тронуться, потому что и нам достанется. Если это позиция советского правительства, то нам, партии левых революционных социалистов, не по пути с таким правительством. Наша революция – это очаг. Искры, которые разлетаются во все стороны, чтобы зажечь великий костер мировой революции. Народы мира смотрят на нас с надеждой. И мы должны заявить перед лицом растерзанных братьев-украинцев, перед лицом растоптанных финляндских братьев, перед лицом трудящих со всего мира, которые ждут от нас, чтобы мы воролись, а не стояние на коленях. Долой, Брестский мир! Долой все разговоры о Бресте! Долой соглашателей! Да здравствует борющаяся Украина! Я была в таком, так называемом, черном списке, когда нельзя было после 6 июля, когда я сыграла с Передоновой, как бы там считалось, переиграла Ленина, а на самом деле не Ленина, а просто было нетрудно переиграть актера Каюрова. И как бы считалось, что я давлю слишком своей индивидуальностью, даже второго плана, и как бы всех распихиваю, выхожу на первый. И поэтому ни в коем случае мне нельзя было играть положительно. Во мне считалось отрицательное баяние. Я поражаюсь, как соединялась Спиридонова с Потаскушской в Бресте мистера Маккинли, и как она удивительно запомнилась массовому зрителю, когда в 79-м году снялась для телевидения в фильме по пьесе Скриба «Стакан воды». Возможно ли, чтобы Ваше Величество так забылось? Герцогиня! Какое неуважение к королеве! Право подносить воду Вашему Величеству принадлежит одной из Ваших прейлен! Ну что ж, герцогиня, поднесите мне ее сами! Вы хотите, чтобы я? Но Вы же сами настаивали на этом праве! Как она сегодня неожиданно на стройщике? Люба, Люба, это я о чем виноват? Зачем? Я попросил его писать эти проклятые билеты? Я не оба себе этого не прощу! Зачем ставить человека перед таким соблазном? Что же ему оставалось сделать, бедный мальчик? Все разобегает по урокам, зарабатывает себе на хлеб! А мог бы быть хорошим музыкантом! Конечно, это все равно, что сейчас положить деньги на тротуар и думать, что их никто не возьмет! А кто возьмет, тот форт! Это безвратственно! Анна Сергеевна! Безвратно! Анна Сергеевна, ведь он придумал целую комбинацию! Вот именно! Придумал! А другое мог бы просто обчистить! Но помимо настройщика, она за эти годы снималась и у Бори Бланка, сыграв у него Алису Коуэнон в очень странном, таком необычном, на мой взгляд, очень претенциозном фильме смерть Таирова. Я давно стала интересоваться, в общем, Коуэном, ее фотографии. Я, конечно, ее не застала, но, тем не менее, знала все про нее, все. Но, да, такая статика. Через статику, через фотографии, когда я делала грим, я ставила перед собой ее фотографии этих лет. Говорят, кто ее видел, что очень похожи. Я покрасила свои волосы в черный цвет. Ну, это статика. В общем, я очень хорошо понимаю такую трагическую актрису, такую немногословную. Я очень прошу вас. Не умирайте, а? Потому что я не знаю, что надо делать на этом свете без вас. А вы не будете знать, что делаете на том из меня. Она человек, который умеет любить таланты. У него был любимый актер. Был и остался. Выше которого никого и ничего не было. Иннокентий Смактунин. Как я хороу, а меня ты? Я гений по ее определению. В чем я с ней абсолютно согласен. Я была счастлива, когда наигралась с ним. Я всю жизнь мечтала встретиться в кадре с Иннокентием Михайловичем Смактуновским. Так сложилась судьба, что несколько раз мы снимались вместе, но в кадре не сталкивались. А тут уж сама драматургия нас заставила столкнуться в кадре. И надо вам сказать, что когда это произошло первый раз, я так наиграла от испугу. Но мне показалось, что он тоже. В классике всегда интересно сниматься. А здесь мягкая, интеллигентная женщина. Тип, который мне очень симпатичен в жизни и который, к сожалению, так редко встречается в нашей жизни. Нужно, чтобы в искусстве отражалось вечное стремление человека вдаль, к высоте. Когда это стремление есть в художнике, когда он верует в солнечную силу красоты, тогда его картина, его книга, его сонаты будут мне понятны. Они вызовут в душе моей созвучный аккорд. И если я устала, то я отдохну и снова захочу счастья работы, жизни. Таганка, это для нее было трудное время. Потому что он был ей чужд по стилю жизни. Актеры этого театра были громкий, шумный, разгульный. Алла Сергеевна по природе человек совсем другой. Замкнутый, серьезный, наглухо закрытый. Я совершенно не соборный человек и совершенно, как бы, и уж абсолютно не общественный человек. Просто, как бы, судьба заставляет иногда выходить куда-то на люди. А если была бы моя воля, я бы вообще жила в скиту и, кстати, не говорила. Я ненавижу вообще разговаривать. И вот тоже судьба-насмешка именно заставляет меня много говорить. Я много даю интервью, много рассказываю. И вот сейчас тоже. Да, недоброжелатели любят говорить, что она холодна, рациональна, что она имеет очень много масок. Действительно, она дает основания для этого непроверенными текстами своих интервью. Все это так. Но она на самом деле человек замкнутый и совсем не холодный, и совсем не рациональный. А человек очень тонкий, очень чувствующий, очень любящий театр, который для нее всегда был очень важен. Мы же счастливчики. Работа нам милее, чем досуг. На досуге мы шатаемся, как неприкаянные, ищем себе какие-то побочные занятия, хобби, и полностью раскрываемся. Мы ведь только в работе. И к тому же вы очень доверчивы. Да. И вот потому, что я очень доверчива, на всякий случай я никому не доверяю. И вам в том числе. Ну, это логично. Да. Как вы думаете, Андрюшенька? Когда узнала о том, что группа актеров пришла к директору Таганке, к Глаголину, и сказали о том, что Демидова манкирует спектаклем «Преступление и наказание». Это был единственный спектакль, который у нее был. Больше на Таганку она не вернулась. Потому что люди, садитесь, пожалуйста, они, Люба, они же слабые. От них чего-то ждешь. А они слабые, бедные, защитные люди. А когда она ушла из Таганки, которую она отдала в общем жизнь и в которой она подбыла почти 30 лет, она почувствовала, что ни один театр не делает ей предложений. сегодня, сегодня уже спустя годы, я могу рассказать об одном эпизоде, который знают только Алла Демидова и я, потому что третьего уже нет в живых. я пригласил к себе домой Олега Ефремова. Надеюсь, что я его познакомлю с Аллой и он пригласит Аллу к себе в театр. Устой ужин и на кухне мы сидели втроем. Олег Ефремов, Демидова и я. Довольно долго шел разговор. Зная Ефремова, я через 15 минут понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Она не была его актрисой. Она не была его человеком. И когда они расстались, он довольно жестко мне сказал, а мне не понравилось твоя Демидова. Конечно, наше общество вам может быть не совсем интересно, я понимаю. Ах, Анна Сергеевна, как можно? Вы, Люба и Циберман, что может быть лучше? Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. демиду, шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябина желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Демидова создала так называемый Театр А, Театр Аллы, с одной аттрисой. Денька не было, спонсоров не было, платить за аренду было трудно, ей нужна была какая-то помощь. Ей повезло, она встретилась с греческим режиссером Терзополусом и уехала в Грецию. А Терзополус в Греции довольно известное имя, у него свой театр Атис, Алла решила, что Театр А может объединиться с этим театром. Она всегда тянулась к тому, чтобы играть Гамлет. И она все-таки с Терзополусом сделала спектакль «Гамлет урок». И в 2001 году сыграла его в помещении школы драматического искусства. Я был на этом спектакле «Гамлет-урок». Она играла и «Гамлет», и «Офелию», и «Девтруду». Все в одном лице. Мне это не подошло. Она великий мастер, который поразительно по-своему читает стихи. «Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь, быть светской пустыницей стройного роста, премудрой, как всякая божья тварь, знать дух мой сподвижник и дух мой вожатый, входить без доклада, как луч и как взгляд, жить так, как пишут, образцово и сжато, как Бог повелел и друзья не велят». У нее возникло в последние годы новое увлечение. Она стала читать поэмы «Ахматовый под музыку с виртуозами Москвы во главе с Владимиром Спиваковым». «Что случилось, не пойму, как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят неподвижным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят». Таких концертов у нее стало много. На эти концерты пытались попасть, потому что рядом с массовой культурой, с шоу-бизнесом, со всей чертовней, которая происходит вокруг, вдруг появилось что-то необычайное, талантливое, изысканное, интеллектуальное. А в основе этих всех идей была она, Алла Демидова. «Добрый день! Видите ли, у меня есть один номер». «Мы с ней дружим более 30 лет и знаем друг друга наизусть, хотя можем подолгу не видеться, но всегда разговариваем по телефону. Она человек невероятной энергии, при том, что она любит валяться на диване, вставать поздно, ложиться поздно. Такая ее особенность, индивидуальность, не похожая ни на кого. Она написала много книг. У нее была когда-то очень любопытная книга под названием «Вторая реальность». Для нее первая реальность — это роли. Перед тем, как написать письмо Сару Чарльзу, я получила известие, что могу обрести свободу, но для этого мне понадобились бы деньги. Свобода же мне давала все — успокойствие, счастье, душевное самообладание, решительно все. А вторая реальность — это ее реальная жизнь. Это жизнь бытовая, а быта у нее нет, она человеку не быта. Это ее личная жизнь, удавшаяся, неудавшаяся. Это никогда от нее никто не слышал и никогда никто не узнает. Я, я, я это длинная история. Впрочем, я люблю покой. Много тайн открылось в моем объединении. Она всю жизнь прожила и живет сегодня с талантливым человеком, великолепным кинодраматургом Володей Володским. Они долгие годы жили втроем. Она, Володя и отец Володи, который недавно умер. А 1 ноября 2005 года умерла Александра Змитина, мать Аллы. Алла в этот момент была в Израиле на гастролях. И Володя всем занимался и добился того, чтобы похороны были перенесены на 5 ноября. И Алла прилетела и успела на похороны. И она удивилась, какое огромное количество людей хоронила ее мать. У нее с матерью были далекие отношения. Мне порой кажется, что чувство вины гложет ее, потому что она всегда была занята своим делом, театром, кино, искусством, своими мыслями, своими книгами. И вот, когда горчайшие приходят, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни. и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали. А те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас. Она поразительно образованный человек. Вот недавно вышла ее книга «Ахматовские зеркала». Эта книга начинается с поэмы без героя, которую написала Ахматова. «Ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову, сплю, не снится молодость наша, та его миновавшая, я ее тебе наяву, если хочешь отдам на память, словно в глине чистое пламя и подснежник в могильном рву». Когда кончается публикация самой поэмы, начинаются заметки на полях, когда Демидова не оставляет ни одной строчки без своего комментария. Это поразительное умение и знание предмета. «Она все время на плаву». Скоро должен выйти на экраны фильм кинорежиссера Мастенникова «Русские деньги». Сценарий, созданный по пьесе Островского «Волки-овцы». Алла играет Музовецкую. «Только не лгарь грязь лицом». «Что у матан? Я да». «Да, ты это. Разговариваешь ты смело, только верится тебе плохо. Десять слов». «Что десять?» «А я больше женщинами никогда не говорю. Десять слов и довольна. Готово. Вот, до сих пор. Да хоть и десять, но только смотри ты. Нет, больше десяти мотан нельзя. Паст жертв возьми». «Щей!» «Многое срывалось, многое не получалось, но главное вышло. Демидова сегодня имя, громадное имя, поднадлежащее милу искусству. И все она сделала сама, своим умом, своим образованием и своим непомерным талант». «Многое субтитры субтитры од